Десятки танцев конца 19-го, начала 20-го века и более 70 пар на паркете. В Самаре состоялся пятый новогодний кадетский бал. Причем в этом году он собрал рекордное количество гостей. Около 150 учащихся кадетских классов и школ. Организатор событий – Министерство образования области. Почему каждый офицер должен не только уметь обращаться с оружием, но и блистать на паркете. Расскажем в сюжете. Им знакомы военная выправка и чувство долга и красоты. Галантные кавалеры в форме их спутницы в воздушных белых платьях. Более сотни лет назад безэффектных пажей самарских гимназистов невозможно было представить. Ученические балы традиционно были совместными. Юноши и девушки тщательно готовились к долгожданному событию. Подолгу крутились у зеркала, продумывая каждую деталь выходного наряда. Нынешние кавалеры признаются, чтобы выйти на паркет, нужно не меньше смелости, чем на поле боя. Подошли к балу серьезно и дамы. Очень трепетно всегда отношусь к выбору платья. Всегда хочется после формы показаться мальчиком очень женственной и красивой, потому что в форме мы все одинаковые. А на балу можешь показать свои красивые руки, как ты умеешь плавно и красиво двигаться. Кадетские балы – событие не для галочки, ведь это не просто дань традициям. Мы считаем, что для офицера будущего важна не только физическая подготовка, огневая подготовка, но и эстетическая подготовка. Они должны уметь ценить красиво, уметь танцевать как минимум, обращаться с девушками. Программа насыщенная, знакомство с этикетом, бальные танцы, игры, фотосессии, а также показательное выступление профессиональных хореографов. Мы исполняем танцы конца 19-го, начала 20-го века. Это российские традиционные танцы, полонез, подеграс, фигурный вальс. Каждый танец мы разбираем в режиме мастер-класса. Материалы по каждому танцу для подготовки были представлены гостям заблаговременно, поэтому сегодня дамы и кавалеры уже весьма уверены. Новогодний кадетский бал прошел в Самаре уже в пятый раз. В этом году он собрал рекордное число участников более 150 учащихся кадетских классов и школ. Мария Акимова, Сергей Костин, Новости губернии.